Из 45 гектаров посадок фермеру Роберту Киму полностью снять урожай удалось лишь с восьми. Сельхозпроизводитель делал ставку на картофель. Клубневые занимали более двух десятков гектаров, но посадки почти полностью уничтожил тайфун. Сохранились только поля моркови под екановкой. Земля была переувлажнённая, техника не могла заехать, покопать картошку, хотя вот дождей не было. Тут вот рядом сопка, и из сопки поджимки идут. Вода-то с речки не заходила, за топа не было. Но это поджимки, сопок идут, и всё, грунтовая вода поднимается, влажность стоит, и не могли заехать. Поэтому всё и пропало. Сбор моркови идёт от рассвета до заката. Трактор поднимает корнеплоды. Далее формируются мешки для отправки в хранилище. А вот огурцов, свёклы, картофеля и арбузов в этом хозяйстве не осталось. Утонули. Уссурийский фермер научен многолетним опытом и потери предусмотрел заблаговременно. Застраховал поля. Комиссия приезжали уже давно, осмотрели поля, акты составили, сфотографировали, документы сдали в министерство. Министерство отправило в Москву. Сейчас как министерство посмотрит. И страховая компания тоже. У нас поля застрахованы. Страховую компанию тоже сдали, тоже ждём. Из-за наводнения в Приморье погибло 40 тысяч гектаров сельхозугодий. В середине сентября все документы аграриев по потере урожая отправили на экспертизу в Москву. Проверка документов займёт месяц. По данным регионального Минсельхоза, ущерб сельхозпроизводителей составил почти 2 миллиарда рублей. Нам надо восстановиться в срочном порядке до конца года. И ждём поддержки из федерального центра. И подготовиться к весеннеполевым работам следующего года. Этот год сложный. Убытки приморских аграриев компенсируют. Документы проходят согласование в Министерстве сельского хозяйства. Финансовую помощь край ждёт от правительства страны.